Алло. Алло, Иван. Да. День добрый, меня зовут Егор, я звоню в КИС международной канала своей компании LimeFix. Я вижу, что вы прокатировали нас регистрацию. Правильно понял, что вы ищете для себя проверенного брокера, который будет, в принципе, показывать хорошую доходность? Да. Отлично. Иван, подскажите, пожалуйста, как вы узнали, в принципе, о нашей компании? Возможно, где-то искали именно информацию? Да, где-то в интернете нашел, там реклама была, я чуть-какого не помню уже. В интернете реклама. Отлично. Иван, подскажите, пожалуйста, каким критериям, в принципе, вы для себя брокер выбираете? Ну, хотелось бы, чтобы доход был высокий, выше такого среднего. Так вот. Подскажите, пожалуйста, Иван, а о какой процентной доходности мы с вами видим речь? Просто у каждого человека своя потенциальная доходность. Ну, он сейчас свою именно доходность высокая. Иван, подскажите, пожалуйста, вообще раньше у вас опыт торговли был? Нет, не был. То есть, для вас это первое новое, но, в принципе, работа вы уже знакомы с этим. Все верно? Ну, так, в теории я знаю. Примерно там, что надо купить, когда... В теории, отлично, Иван. Иван, тогда я буду вам перейти сразу в практике. Если у вас есть доступ к интернету, мы могли бы вам прямо сейчас провести обучающий тренинг, показать, как работает наш торговый терминал, ну, рассчитывать разлицу условия нашей торговли, и какая доходность, опять же, вам рассказал бы. Ну, расскажите, да, про доходность. Ну, просто вы сами, Иван, должны. Вот вы говорили то, что с теорией уже немножко разобрались. Вот. Что касается доходности, Иван, на самом деле доходность зависит от рынка непосредственно. Например, я вам назову последние новости, то, что 5 января цена на нефть была порядка 50 долларов, на данном этапе она 56, то есть мы могли с этой сделкой работать порядка 600 долларов. Ну, опять же, золото 6 января было 1958 долларов, да, да, минимальному введу на данном этапе, цена на золото составляет 1818 долларов. То есть и того потенциальная доходность за эти перестелки уже составляет 1500 долларов. Но, сами понимаете то, что все зависит опять же от новостей в мире. Мы же зарабатываем на новостях, в принципе, в мире, а то, что происходит в мире. Цена же не просто так меняется. Поэтому, в принципе, вот за это вот с 5-го, включая по сегодняшней часу, могли бы зарабатывать около 200 тысяч долларов. Но, что касаемо именно, что будет произойти на рынке в дальнейшем, конечно, анализируем информацию. Опять же все зависит от происшествий на рынке, скажем так. А вот на новостях... Вот. Скажите, пожалуйста, если... Да, смотрите, Россия, допустим, Саудовская Аравия приняли решение о том, что нужно сократить добычу нефти. Как вы думаете, когда на рынке происходит... Ну, следующее. То есть, товар востребован в мире, но его... Но он находится в ограниченном количестве. Как будет цена на него будет это гости? Я думаю... Я думаю, не знаю. Так, товара будет меньше, а спрос будет больше, да? Иван, смотрите. Если нет, то наоборот. Давайте представим то, что... Да... Иван, давайте просто максимально простой пример возьмем. Иван, вы курите? Нет. Отлично. Вот представьте, что у вас есть пачка сигарет, и она вам не нужна. Вот... Ну, допустим, у вас нет... Вы не куришьте... По какой цене вы бы купили пачку сигарет? Ну, я бы ее вообще не купил. Вы бы ее, в принципе... Ну, вы бы... Вот, логично. Вы бы ее вообще не купили. А я представьте, что... Вы, я думаю, курильщик, и вам очень хочется курить. Вы бы готовы были переплатить за... Пачку сигарет. То есть, сверх ее нормальной цены. Ну, да. Вот, в принципе, здесь то же самое. Смотрите. Есть нефть. Она потребована в мире, но ее ограниченное количество. То есть, решили сократить обычную нефть. И цена, исходя из этого, на нее растет. Ну, или, опять же, возьмем биткоин. Когда в последнее время, вот особенно в период Нового года, особо начал расти, потому что люди начинают им пользоваться. То есть, начинают им расплачиваться. В период коронавируса, пандемии. Люди не пользуются почти наличие. В основном либо карта, либо криптовалюта, если покупаешься, либо в интернете. Итого, биткоин вырос у нас до 41 тысячи долларов. На данном этапе, вот после Нового года, вроде бы слегка слабая пандемия. Последних новостей нету, кроме того, что в Японии обнаружили новый штамп. Она на биткоин резко упала до 30 тысяч долларов. То есть, опять же, на это могли заработать. Ну, в принципе, Иван, вот мы так и зарабатываем. В мире происходит как-нибудь громкое событие. Вот помните, когда сторонники Трампа предприняли попытку захватить Капитолий? Да-да. Отлично. Давайте с вами просто попробуем подумать, представить. Представьте, что в стране происходит такое событие. Что произойдет в стране с национальной ее валютой на международном формате? То есть, именно на международном рынке. Когда в стране происходит такое страшное событие, и даже люди гибнут. Четыре человека погибло. Наверное, доллары все будут продавать, цена упадет. Простите, не услышал. Я говорю, наверное, будут доллары все продавать, и цена, наверное, упадет. На доллар. Ну да, все правильно, вот видите. В тот момент, да, действительно, доллар упал. Вот. Опять же, сейчас президент Байден обещает выплатить всем американцам эту компенсацию в период с коронавирусом размере в 2000 долларов. Как вы думаете, есть ли и свободный бюджет? Вот деньги, которые нужны, в принципе, стране, а их просто отдадут гражданам? То есть, на другие цветы это как-то повлияет? Ну, думаю, да, повлияет. То есть, ну, допустим, в металлургии нужен свой бюджет, а ей просто не дадут какую-то часть. Потому что все люди, ну, все деньги учились просто гражданам в качестве конденсации. Ну, будет плохо это возрастать. То есть, возрастают в некоторых сферах. Да, да, то есть, аналогично. Прогнозируется, опять же, подведение небольшого доллара. Вот. Ну, по нефти вот мы с вами разбирали. То есть, ну, видите, у вас уже какое-то представление, ну, действительно есть. Я бы сказал, даже неплохое. А вот только разобраться с самим принципом работы, как работает торговый фирменал, ну, как выводить денежные средства, ну, в принципе, как строится процесс торговли. Вот. Так как сфера для вас новая, разумеется, для вас, например, будет проводить обучение, Иван, то есть, вас научит торговать, сам будет работать персональный эксперт, это человек, который работает в данной сфере уже более десяти лет, и показывает хорошую доходность. То есть, по факту, это тот человек, который будет сообщать вам все прибыльные сделки, которые будут в ближайшей перспективе, вы будете совместно к ним готовиться, ну, и, разумеется, он будет помогать вам это открывать и вовремя закрывать. Вот. Подскажите, пожалуйста, Иван, Хотел бы вас уточнить, а как вы еще много времени уделяете интернету? То есть, ну, вся торговая происходит еще удаленность через интернет, через интернет, через торговый фирменал, который будет предоставлен вашей компании вам? Ну, у меня есть интернет, но я так не знаю, сколько там по времени пользуется. Ну, нет, я в том плане вообще, как много времени проводить? То есть, вы посмотрели себе больше как дополнительный заработок или же как основной? Ну, вот, вы меня можете сориентировать, сколько можно вообще на этом заработать? Ну, допустим, вот, если я буду там минимально тратить время и если я буду фулл-тайм этим заниматься, ну, сколько можно заработать примерно, чтобы я понимал. Вы имеете в виду доходность от депозита именно? Соверно? Да. Просто вы отбородаете местами. Да, смотрите, на самом деле, Иван, в компании у нас есть несколько типов счетов. У каждого, разумеется, в спаре какие-то минимальные объемы сделок есть, ну, и опять же, какие-то минимальные депозиты. То есть, смотрите, есть счет менее, то есть, это самый минимальный счет нашей компании составляет 500 долларов в Соединенных Штатах Америки. Вот, стандартный счет на 5 тысяч долларов, серебряный на 7,5, золотой на 10, на 25, ну, и счет ИСЕ на 50 тысяч долларов. Подскажите, пожалуйста, какая из этих сумных волев для вас подходящая? Вот, минимальная сколько? 500, да? Да, минимальная у нас 500 долларов. Смотрите, что касаемо именно доходности по именно торгового депозита, если стартовать платить, рассматривать 500 долларов, то лично, без проблем, я бы вам в любом случае посоветовал бы с него начинать торговать, чтобы вы поняли, насколько у вас может быть доходность. Вы в дальнейшем уже как-то рассчитывали свой money management, то есть, рассчитывали свои денежные средства, то есть, если вы в дальнейшей перспективе хотите рассматривать для себя это как основной заработок, возможно, вам ваша профессия не нравится. Я просто не знаю, кем вы работаете, я, кстати, кем, если не секрет. Я с лесарем на дорожных знаках работаю. С лесарем на... На участке дорожных знаков, то есть, вот, дорожные знаки стоят по городу, вот, я их делаю, искатаю, и вот мы их ставим там по городу, ну, ремонтируем, убираем, кто же там, если заявок поступает. Слушайте, а вот если не секрет, а пандемия сильно на вашу профессию поиграла, потому что, вроде как, работаете в каких-то открытых условиях? Да, собственно, вообще никак, мы это бюджетники, у вас ничего не поменялось в нашей жизни. Ну, и на доходность вашу тоже ни в коем случае не повлияла пандемия? Нет. Ну, это здорово, на самом деле здорово, потому что очень много людей к нам приходят, ну, рассматриваясь как основной заработок, потому что пандемия очень сильно подкатила их в первую. В принципе, люди начинают рассматриваться для себя уже как не дополнительный заработок, а как основной. То есть, они готовы больше времени уделять этот ответ же плюсик, скажем так, доходности. Вот, Иван, давайте теперь разберемся, а сколько времени, в принципе, вы готовы были бы уделять торговле? Ну, смотри, если это хорошие деньги будет приносить, то я могу даже еще уйти с работы, вот. Ну, если это, ну, можно по минимуму тратить времени. Иван, ну, смотрите, как я уже говорил, то есть с 5 по 12 ноября, ой, я прошу прощения, января, уже в прошлом году осталось, видимо, вот, с 5 по 12 января, ну, как я уже рассказывал, мы могли с вами сработать порядка полторы тысячи долларов, в дальнейшем я вам покажу все это на графике, вот. Ну, опять же, давайте с вами рассмотрим, то есть, как говорится, если вы показываете хорошую доходность, вы сравниваете, я так понимаю, со своей нынешней зарплатой, все верно? Да. Иван, вот скажите, пожалуйста, а на какую доходность вы хотели бы рассчитывать в данной сфере? То есть, ну, какая доходность вас бы устроила, чтобы я знал, какому, примерно, персональному эксперту вас определять, тот, который больше настроен на обучение вас, или же тот, который показывает максимальную доходность, чтобы вы гораздо душе отбили свой первый депозит, уже начали зарабатывать, ну, неплохие деньги, скажем так? Да. Ну, я хотел бы 30 тысяч в месяц, если получится, то я мог бы даже выкидать работы, вот. Порядка 30 тысяч рублей в месяц, все правильно? Да, и заниматься этим полный день. То есть, вы готовы рассматривать данную сферу по костному зарплату, если она будет приносить вам порядка 30 тысяч рублей в месяц? Да. Ну, слушайте, сумма более чем реальная, скажите, что может заработать гораздо больше, то есть, даже с вами сейчас мы рассматривали пример из 5 по 12 ноября, в том плане, ой, почему не ноябрь здесь я говорю, прошу прощения, а января, то есть, в том плане, то, что мы могли заработать сумму почти в 3 раза больше, ну, даже в 3 раза больше, то есть, это было порядка 120 тысяч рублей, вот. В принципе, да, такая доходность, я бы сказал, что у нас и обычные средние эксперты такую доходность могут показать, он в первый же месяц работает вместе с вами, вот. Скажите, пожалуйста, именно, а какое ориентировочное, ну, какое время, вот, на первоначальных ресапах, ну, чтобы, так говорится, не бросать из огня до полумя, не бросать сразу работу свою полностью и переходить в данную сферу, вы на первоначальном этапе, ну, сколько времени готовы были бы уделять, чтобы я сказал, потом, опять же, к персональным эксперту вас направлять, к которым вы работали бы, потому что, ну, как я, да, если не говорю, для вас будет разработан индивидуальный торговый план и индивидуальная торговая стратегия. Что они здесь себе представляют, во-первых, это часы торговли, то есть, рынок работает 24 часа в сутки, 5 дней в неделю. То есть, когда из этого, смотрите, вы можете торговать как утром, так и днем, так и вечером, то есть, опять же, все как вам комфортнее было бы. Ну, я могу где-то часа два в день уделять вам по вечерам. Часа два в день, я так понимаю, то, что это вероятнее всего устрою, половине дня после работы, все верно? Да. Да, давайте тогда помечу, то, что во второй половине дня, ориентировочно два часа. Да, доходность, вы говорили, то, что раньше были порядка 30 тысяч, да, как я уже говорил, доходность более чем реальная. Ну, и опять же, смотрите, если бы у вас сейчас был доступ в интернете, я бы с удовольствием провел вам обучающий тренинг, показал бы, как работает торговый терминал. Ну, и в принципе, рассказал бы, рассказал бы по выводу денежных средств, какие у нас условия по выводу денежных средств, ну, и опять же, по вводу и политике различной компании. Ага. Смотрите, Иван, вот здесь понадобится показание верификации, то есть подтверждение вашей личности. В том плане, то, что согласно международному законодательству мы не имеем права выводить денежные средства людям, не прошедшим верификацию, то есть подтверждение. Для чего это делается? Во-первых, для того, чтобы избежать отмывания денежных средств, что уголовно наказуемо. Ну, и опять же, спонсирование международного терроризма, торговые наркотики, вы понимаете, и так далее. Законодатель пообязывает. А как пройти верификацию? Простите, что? А, как пройти верификацию, да, извините. То есть вам нужно будет подтвердить, что вы действительно реально существующая личность, обычно указываются паспортные данные, но сейчас на сайте вам все это покажу, объясню. Так, ты открыл, что тут делать? Да, смотрите, я так понимаю, что вы с телефона сейчас, все верно? Нет, я на компьютере открыл, сейчас есть возможность. А, вы на компьютере, отлично, смотрите, сейчас я создам для вас аккаунт разовый, электронная почта будет ваша, при которой вы проходили при регистрации. Ага. Да, вы указывали Иванов1986, собак.режмейл.ком, почтовый адрес ваш же. Да. Да, отлично, я так понимаю, что вы сейчас на главной странице сайта, опустите просто колесиком чуть ниже, и там будет клавиша начать сейчас, вправо. Так, я тут нажал логин, вот, и зашел сюда. Да, смотрите, раз, у вас пароль, пароль А, маленькая английская, 12345. Ага, да, я вот зашел, тут уже у меня два счета написано. Ага, да, да, все верно. Первый, который вы регистрируете до этого, ну, и, разумеется, второй, который сейчас я передавал, создал технический. Вот, смотрите, давайте сразу развернем с левой стороны, у вас здесь будет личный кабинет, депозит, вывод, личные данные, состояние счета, форма акций, документы, выйти. Да, давайте к выводу сразу перейдем, объясним, как происходит вывод. Если кликните на клавишу «вывод», то у вас откроются три подскладки, это новый запрос, открытие запроса и история запроса. Новый запрос, то есть на данном этапе, предположим, что мы могли с вами заработать некую энную сумму денег, вот, и вы захотели вывезти, допустим, ну, 400 долларов. Вот, смотрите, нажимаете на новый запрос, вот, ну, и, в принципе, брать какого-то другого платформы и из какого именно аккаунта на данном этапе у вас их два, то есть вы хотите вывезти сумма прошла, заметите, указывается в долларах Соединенных Штатов Америки. Многие клиенты путают, допустим, хотят вывезти 300 долларов и, ну, пишут в российских рублях, поэтому выживают ошибку, поэтому чаще обращайте на это внимание. Вот. В дальнейшем, когда вы нажмете «снятие», то есть, допустим, 500 долларов, если вы хотели снять, нажмете «снятие», да, потом у вас открывается запрос на вывод денежных средств. Вот. Ну, и, смотрите, в дальнейшем вам нужно будет выбрать способ вывода денежных средств. Смотрите, это либо банковская карта, в которой вы пополняете денежный счет, свой торговый, вот, или же банковский перевод. То есть, прошу заметить, что банковский перевод, разумеется, будет чуть дольше, если пополнение ваше. В том плане, то, что, ну, сами понимаете, из одного банка отправлять деньги в другой занимает несколько времени, обычно занимает в районе недели. Что касается вывода на денежную, на банковскую карту, занимает в районе соток, но обычно гораздо быстрее, потому что идет, во-первых, ну, больше, чем времени занимает просто обработка запроса. То есть, запрос обычно обрабатывается часа 3-4, ну, и дальше уже идет начисление. Потом, что собой представляют открытые запросы? Это запросы, которые на данном этапе находятся в обработке, то есть, здесь вы можете отследовать, обработали ли ваш запрос, ну, в принципе, и примерно ориентироваться по времени, тогда вам будет примерно начисление денежных средств на вашу банковскую карту. И история запросов. Здесь у вас будут данные, сколько денежных средств вы уже выбрали, в принципе, и расслеживать можете свою прибыль. Вот. Что касаемо депозита, да, если кликнете на депозит, сами увидите, что здесь есть различные варианты пополнения, начиная с обычной банковской карты и заканчивая крипты-кошельцом. Если это с внимание, то Альфа-банк наш главный партнер, но в плане то, что через Альфа-банк происходит пополнение без комиссии какой-либо. То есть, полностью без комиссии. Вот. Подскажите, пожалуйста, я так понимаю, то, что планируете выводить денежные средства, ну, прибыль свою на карту, все верно? Да, да. Вот скажите, а с Тиньковым вы не сотрудничаете? Просто у меня Альфа-банка нету. С Тиньковым в том числе, да, смотрите, что будет происходить. Комиссия за вас будет оплачивать наша компания, потому что комиссия, опять же, с Тиньковым, она минимальна. То есть, комиссия берет за себя компания. В том плане, если мы выполняем с вами минимальный депозит на 500 долларов, с вас там может взиматься комиссия, ну, предположим, возьмется комиссия в 15 долларов, это все погашает компания за вас. То есть, опять же, на торговый счет зачисляется 500. Вот, смотрите, что касается, опять же, пополнения, это крипто-кошельки, опять же, интернет-кошельки, это Ямдахмани, Киви-кошелек. Вот. Ну, различные виды карты, то есть, ну, и такой формат, что, точнее, такой устроен, то, что карты обязаны быть международного формата, то есть либо виза, либо мастер, маэстро. С этим проблем не должно. Вот. Конечно, может быть, я в списке не вижу, я слышал, вроде бы им запретили вот работать. Да, если выпустить ниже, то, да, Киви-уайлет у нас работает до сих пор. Тут вот. Иван, я так понимаю, что вы из России, все верно? Да, все, я не вижу, Киви-уайлет здесь, 3D Secure, UrbanCart, PayBoutique, криптовалют. Да, прошу прощения, да, просто на данный момент, кстати, не обратил внимания, когда вас номерал, то, что вы из России, вот, да, по плане, то, что в последнее время Киви-кошелек почему-то блокирует переводы, ну, денежные, у них какие-то свои проблемы, насколько я понял, с базой или с чем-то таким, вот, не давался подробностей, Казахстан с Киви-уайлетом работает, вот, что касаемо именно России, и не знаю, где-то у них поймите в последнее время, но, наверное, после Нового года что-то началось такое. А вы со странами СНГ работаете по всему миру? Смотрите, мы работаем, в принципе, по всему миру, то есть у нас есть офис Лондон, который работает в Европе, в англоязычном населении, но есть офис в Москве, который работает по всему СНГ. То есть мы, наверное, с 2008 года, так, понимаете, что, ну, достаточно большой срок, ну, и в первую очередь, да, мы предоставляли аналитику. Вот, то есть открывались мы как аналитическая компания, начало с 2015 года мы вышли на рынок СНГ уже как брокеры. До этого мы предоставляли именно брокерам аналитику. То есть, ну, по факту, но просто общались, если грубо говорить. Вот, давайте теперь перейдем к разделу личные данные. Здесь в дальнейшем нужно будет вам изменить пароль, потому что, сами понимаете, это ваш личный торговый счет, чтобы там, не дай бог, здесь не случайно не зашли. Не знаю, друзья, знакомые не решили поприкалываться, грубо говоря, потому что и такие случаи бывают. Да, поэтому пароль поставьте, пароль должна знать только вы, в целом личная безопасность. Ну, и опять же, личные данные. Да, здесь вам нужно будет находить, опять же, верификацию. Вот, если смотреть, опять же, левее, там состояние вашего торгового счета. Да, смотрите, здесь вы можете создавать, в принципе, выписки вашего торгового счета, чтобы отслеживать свою доходность. Можно сохранить, так же, в PDF-формате. Вот, ну, и, разумеется, по срокам вы можете выбирать, то есть, допустим, перевод с первого по, допустим, сегодняшнего. То есть, можете отследить эффективность вашего торгового счета, сколько вы заработали, да, как сейчас, ну, как ваши сделки закрывались, то есть, насколько прибыльно, ну, и, в принципе, так вот просматривать. Вот, промо-акции, да, у нас были новогодние акции, к сожалению, уже закончились. К сожалению. Разноватый у нас зарегистрировались, там были классные, достаточно акции, в том плане то, что из таких, наверное, самых приятных бонусов, это было 100% к депозиту, страховка на 3 недели и доступ к VIP-сигналам, то есть, у нас есть клиенты, которые, допустим, отправляющиеся в управлении, вот, то есть, там огромные суммы, начиная, по-моему, на 500 тысяч долларов, вот, и, исходя из этого, они предоставляются доступ к VIP-сигналам, чтобы они могли зарегистрировать уже очень большими суммами. Вот, подскажите, пожалуйста, может, у вас вопросы есть? Остались по сайтам непосредственно? Да, скажите, вот, я когда зарегистрировался, у меня вот на телефон не пришло никакого там сообщения, вот это, я вот хотел узнать, как вот мои данные тут хорошо защищены, или, ну, вот я когда пройду вот эту верификацию... Простите, да, против, плохо слышал вас, слышно было, может продвижировать. Да, я говорю, вот, я когда зарегистрировался, здесь, у меня вот на телефон не пришло никакого сообщения, вот обычно, когда регистрируюсь на каких-нибудь, ну, с банками работаю, Мне там приходит смс-ка, а тут что-то на что не пришло, это у вас сайт так и задуман, или это какая-то ошибка у вас произошла? Смотрите, вы при регистрации указывали свой почтовый ящик, у нас два варианта, либо смс-сообщение проходит вам, либо же на почтовый ящик. Попробуйте проверить свою почту. Вероятнее всего, пришло вам что-то на почтовый ящик. Если не увидите на почтовом ящике, то обязательно проверьте папку-спам, в том плане, что иногда сообщение попадает в папку-спам, клиенты тоже, соответственно, при регистрации, потому что не приходит сообщение, но на самом деле не попадает автоматически в папку-спам. Не знаю, почему так происходит, что-то почтовые ящики тоже в последнее время не корректно работают. Ага, подскажите, у вас офис, у вас в Москве есть, да? Что, простите? У вас в Москве есть офис? В Москве есть. Я так понимаю, что вы в Москве находитесь на данном этапе. Все верно, Ниман? Да. Да, отлично. Улица Сухлевская, 16. Попробуйте заехать на кофе. Кафешки рядом есть. Вот. И смотрите, если происходить дальше, то, опять же, личный кабинет, там, где у нас... Да, здесь, если обратить внимание, у вас указано на табелопокон, помните, там, где вы говорили, у вас два счета. Ага. Да, нажмите, там, в паре будет клавиша вход. Мы с вами перейдем на торговый терминал. В принципе, покажу, как он работает. Так... Да, ну и, в принципе, как мы зарабатываем в данной сфере. Вывоз средств... Простите. Вывоз средств, депозит, что здесь нажимать? Да, смотрите, мы же с вами разбираем так плавку вывод, где ниже средств, который левее находится в личном кабинете, и депозит. Расскажите, вот, что-то не могу найти адрес, у вас Садовая Сухаревская 16, или Большая Сухаревская площадь, тот есть в Минске Сухаревская 16, а вот в Москве что-то не могу найти. Алло, алло, куда-то пропали. Алло, да, да, я вот хотел уточнить, вот у вас адрес Сухаревская... А, площадь, да, да. Садовая Сухаревская, такая, тут в Москве, кто-то узнает. Площадь, открывай, на площадь. Большая Сухаревская площадь, Дом 16, да? 16. Да, верно. Дроп или просто 16? Запросите. Дроп тут у дома есть, дроп или просто 16? Просто 16, тут еще, смотрите, арматура рядом. Дороговка, можете знакомить. Так, они часто путают. А, тут строение какое тут, строение есть несколько? А, если говорить, да, тут рядом с арматурами у них какая-то ерунда, там, не знаю, обработка, не знаю, что вы снимаете. Так, а тут на метро можно, да, к вам добраться, если что там, документы подписать, там? Ну, собственно, на метро, тут кому как проще, я обычно на такси езжу, хотя пробки с утра. Метро не пользуетесь? Я предпочитаю такие, не люблю, как бы, такие культурные выносить. Ну, вот, когда едете по площади, там, вот, не видели там метро какое-нибудь, там, в ближайшем, в Москве много их, и это как раз когда пробки, вот, пользуюсь метро. Ну, нет, ну, да, там метро Сухаревская, в принципе, рядом. А, Сухаревская. Ну, нет, что касаемо метро, не знаю, я просто сам по себе, не знаю, насколько корректно, в принципе, это подговаривать. Понятно, что я там по себе не переношу метро, прям на дурь не переношу, постоянная какая-то давка. То, толпа населения, все толкаются, все давят, все дресс-код на работе, то есть обязаны соблюдать дресс-код. Скажем, по суфлям подавятся, костюм где-то помнут, понимаете. Вот, ну, знаете, если проще, можно на метро добираться, там, пройти относительно немного. Грубо говоря, можно все равно, но понотовость проехать. Ага, понятно, ну, а вы официально там ориентуете, да, офис? Все верно, да. Просто я вот, дорогие сам пользователи... Смотрите, на сайте, в принципе, да, опять же, это можно на сайте ознакомиться, о компании. Да, то есть, там он детально все расскажет. Так вот, company, about us. Сейчас посмотрим. Простите, куда-то пропадаете. Да, я просто на английском читаю, а тут на русском, наверное, есть версия. Да, да, вот сейчас русскую версию включу. Так вот, у нас LimeFX, удобный, месте выгоднее, тренажер, успешный старт. Адрес офиса, написано, что Великобритания, 22, Gratheon. Да, это головной офис, все верно. Головной офис Великобритания, London, Gratheon Street. Адрес филиалов в Москве, это большая сухаревская 16. Просто тут на сайте не написано, что в Москве есть офис вот такого, в Великобритании, и все. Вот, и что-то я... Да, почту выйдет из 12.990, то есть, на каком сайте смотрите? На нашем именно? Я на вашем смотрю, но еще я карту открыл, вот, два GIS, вот он не знает, что... Там, по-моему, в главной вкладке должно быть помечено, что... Дальше секунду, здесь... По-моему, это то ли она... О, сейчас найду этот раздел. Так, пока там не жил адрес офиса, Головного. На нашем сайте ПТ, то есть найти 12 клиентов, чтобы они интересовались, но здорово, что задали этот вопрос. Я бы сам узнал, как он на сайте находится. Так, английский адрес вижу. На карте тоже английский адрес вижу, а честно про Москву. Надо быть, если что-то чуть-чуть, что-то дело. Что-то не могу найти на сайте. А, ну, хорошо, ладно. Так, получается, вы не знаете, какое строение, вот тут их четыре, вот, строение один, два, три, четыре. Я просто хотел, ну, на карте посмотреть, и тут два действия вам показывают, где вход находится, там, как пройти лучше. Можно, да, смотреть, вот, с лицевой стороны пинки козли, вот, примерно с противоположной, и у нас вход вставляется. Так, так, если по этой, как мне, судово-спаской обходить, или вот со стороны управления ЗАГСа. Ну, плюс-минус пинки козли с обратной стороны. Так, то есть, в третий козли он присутствует до стороны, к этому проспекту, ой, переулку. Сейчас там там называется, сейчас забываю. На Анинске, вот, отличное название, господи, у нас. Вот, на Анинске переулка, то есть там пинки козли, вот, с противоположной стороны заходи. Так, что-то я не вижу Анинского переулка, тут вот, средний тупик, проспект Академики Сахарова. Что-то еще есть, но его, собственно, тут еще есть. Большая сухарь, сухарь, сухарь. Да, смотри, если к метро Сухарь, если вернуться, вот, по Садовому кольцу двигаться. Угу. Сюда. В сторону улицы Сахарова, Академики Сахарова. Вот, и, чтобы ты вот сориентировалась. Так, там еще рядом находится. Боба Ланч напротив, в кафешках, если знаете. Вот, и с противоположной стороны, так, где... Что-то находится такого, чтоб вам понятнее было. Ну, это поводение ЗАГСа, наверное. Не знаю. Так, ну ладно. Хорошо. В принципе, я понял. Так, ну вы там арендуете офис, у вас это правильно. То есть, вы там налоги платите, да? Что, простите, офис, арендуете что? Ну, то есть, если вы арендуете офис, то у вас должно быть юридическое лицо, да? Все верно. Да. То есть... Ну, разумеется, юридическое лицо как... Ну, то есть, брокер, в принципе, он по себе. Это не физическое лицо, это юридическое лицо. Ну, в очень редких случаях брокер может с физическим лицом быть. То есть, при этом он должен обладать огромным капиталом. В том плане то, что... Ну, раз вы должны, как вам везда на сфере, то должны понимать то, что предоставляет брокеру огромное кредитное плечо. То есть, для вывода вашей сделки на Международный банк он умножает вашу... Объем вашей сделки в несколько раз. Ну, допустим, если брать, ну, простую валютную пару, возьмем евро-доллар. Вот. Вам придет на плечо один бумс там. Мы открываем, например, с вами сделку минимальным объемом. Вот. И сделка у нас выходит в 61 доллар. Ну, давайте подумайте, что, ну, на финансовых рынках ежедневно... Ну, просто достаточно большую сумму, связанную так, если грубо говорить. То есть, там, 30 триллионов долларов. Как вы думаете, эти 64 доллара, они играют в такую роль на финансовом рынке? Сколько долларов? Ну, естественно говоря, не особо. Именно поэтому ваша сумма будет умножена в 200 раз за счет нашей компании. И на Международный рынок выходит сумма уже в 12800 долларов. То есть, если хотя... Ну, чтобы, наверное, было проще понимать, давайте с вами просто представим то, что... Ну, возьмем чуть меньше объем и скажем так... Сегодня курс у нас рубля к доллару. 74... 5, по-моему. 73... 74... Ну, давай 74,5 возьмем. Вот. И давайте представим то, что вот сегодня вы покупаете, допустим, 100 долларов, и тратите на это 7500 рублей. Давайте округлим даже... Ну, 74... 75 возьмем даже. Вот. И... Ну, вы покупаете 100 долларов. Вот. То вы на это тратите 7500 рублей. Завтра, вы знаете, то что курс растет, ну или даже курс завтра растет до, допустим, 76 рублей. Вот. И, грубо говоря, то есть... Ну, как вы думаете, у вас продавцы вот 100 долларов по 76, большая у вас прибыль будет? Ну, не особо. А если мы, допустим, на рынок вывозим с вами не 100 долларов, а умножаем эту сумму в 10 раз за счет компании. То есть, ну, как вы понимаете, на рынок уже выходит другая сумма, и заработок, разумеется, больше. Если мы с вами подебуквать уже, допустим, не 100 долларов, а сумму в 200 раз больше. То есть, вот именно за счет этого люди обращаются к брокерским агентствам, брокерским компаниям, чтобы они помогали выходить на международный банк. То есть, ну, в принципе, есть люди, которые сами могут торговать, но для этого нужны достаточно крупные капиталы. Допустим, чтобы открывать ссылку минимальным объемом, нужно 100 тысяч единиц базовой валюты. То есть, это если по валютам парам рассматривать. То есть, возьмем вот эту пару евро-доллар. Чтобы выйти на международный банк, нужен капитал, как минимум, 100 тысяч евро. Ну, не у каждого, к сожалению, на данном этапе есть такие суммы. Ну, именно поэтому, да, брокеры помогают, видимо, выйти на международный банк, но из этого вызывают свою комиссию. Что касаемо именно нашей комиссии, то есть, вот вы уже в этой паре евро-доллара, у нас минимальная... Сделки минимальным объемом комиссия стоят 20,5 пункта. То есть, грубо говоря, со сделками со своими комиссиями фиксированными в 2,5 доллара. То есть, неважно, сколько с этой сделки вы заработаете. 50 долларов, 20, 10, ну или 15. То есть, комиссия при открытии сделки фиксированная. То есть, в 2,5 доллара. В среднем, с каждого клиента за, ну, вот, сотрудничество вместе с ними при открытии, ну, достаточно большого количества сделок, мы зарабатываем порядка 6-8 тысяч долларов с одного клиента. В принципе, вот на этом вот брокерские компании и живут. То есть, у них нет никакого процента вашего дохода. У них есть только фиксированные комиссии за открытие вашей сделки. Поэтому, в наших же интересах, по-моему, в открытиях можно больше сделать. Ну и, соответственно, чтобы все много сделок, нужно, скажем так, приумножать ваш капитал. А вы сами зарабатываете на бирже? Торгую ли я сам? Да, конечно, торгую. Торгую с персональным экспертом. Ну, по крайней мере, моя доходность на данном этапе меня устраивает. Ну, правда, еще на данном этапе. Сейчас, в последнем событии, мне еще немножко приболел. Сегодня вышел на работу. Вот, моя доходность легко упала. Нужно это исправлять. Сколько есть несколько у вас получается? Сколько есть несколько я торгую, но это не секрет. Я торгую порядка двух лет. Я начинал, по-моему, с депозита. Чтобы не соврать что-то более... Ну, точно, я не могу сказать, не особо помню. Это было то ли 4000 долларов, то ли 5 на данном этапе. У меня капитал... Сейчас даже вам скажу, зайду свой торговый терминал. Прикольно подождите. Да, на данном этапе, ну, с учетом того, что у меня открытая сделка по... Австралийскому доллару и швейцарскому франку. На данном этапе капитал составляет 48,184. 188. Да, ну, доходность меняется, поэтому каждый раз капитал меняется. То есть, ну, 48,50 доллара. То есть, ну, это два года, и я постоянно торгую. То есть, я... Ну, день в день торгую, грубо говоря. Ну, только когда приболел, вообще не в состоянии был. То есть, ну, у каждого человека, на самом деле, разная доходность. То есть, сами должны понимать, чем больше депозит, тем более крупные сделки мы можем открывать, тем больше доходность мы можем вам показать. То есть, тут опять же зависит от человека. То есть, есть люди, которые, допустим, в первом месяце торговали с минимальным депозитом в 500 долларов. Потом мы видели доходность, допустим, заработали там, ну, тысячу, полторы тысячи долларов. Несмотря на то, что, в принципе, специалисты кустают, показывают неплохую доходность, не могут носить в себе гораздо большую сумму. То есть, до сих пор помню такой забавный момент был с клиентом. Клиент рассказывал, что у него живое финансовое положение, и я не знаю, что для него считается живым финансовым положением, потому что мы две недели не могли с ним договориться о том, чтобы начать торговлю. Вот. Он считал то, что самая 500 долларов для него максимально большая. В конечном итоге, по-моему, буквально неделю через две, он увидел доходность вот сделки по биткоину. Тогда биткоин очень сильно взлетел. Помните, что-то он стоил в районе 29-30, потом он взлетел до 41. То есть, закрыл достаточно успешно несколько сделок. Проходит пару дней, клиент вносит 20 тысяч долларов, что меня очень смутило, потому что две недели он мне клялся, что у него нет денег, и он не готов начинать торговать. То есть, видите, разный контингент клиентов бывает. То есть, опять же, все зависит от депозита. То есть, опять же, если выходить на рынок акций, то минимальный депозит на рынке акций составляет 5 тысяч долларов, чтобы торговать без рисков, то есть, чтобы избегать каких-либо рисков. Ну, это, кстати, короче, доход у вас получается где-то сейчас 11 миллионов в рублю перевести. А у вас это основной заработок, то есть, вы как бы, ну, зарабатываете? Для меня, да, ну, разумеется. Нет, ну, у меня еще и пассивный доход есть в том плане, то, что я общаюсь с клиентами, то есть, за вашей компанией взимаюсь фиксированную комиссию 2,5 доллара за открытие сделки. То есть, ну, я с этого имею тоже свой процент и тоже неплохая доходность, потому что за эти два года, ну, как вы думаете, каждый день я, то есть, порядка 300 клиентов среднего обзора, которые регистрируются, и с каждого у меня там есть свои проценты. То есть, я работаю в этой сфере уже два года. Ну, порядка двух лет. То есть, ну, сами видите, то есть, нет, у меня доходность меня вполне устраивает, но я торгую, скажем так, очень-очень агрессивно. То есть, ну, я думаю, что вы уже знаете, что в данной сфере есть небольшие риски, вот, я торгую достаточно агрессивно, очень большими объемами, ну, иногда и просадка достаточно большая бывает. Я помню, что мне просадка по битсойну была со порядка 8000 долларов. Я очень долго боялся, пугался. Вот. Я открывал эту сделку по 28, это было в конце декабря. Вот. А потом он упал до 26, почти до 25 900. И, действительно, тогда я терпел большую просадку, но со временем, буквально через пару дней, он просто вырос до 34, я успешно закрою сделку с огромным плюсом для себя. То есть, ну, видите, тут опять же, у каждого своя торговая стратегия, как я уже говорил, торговый план. Кто-то торгует агрессивно, кто-то торгует маленькими объемами, но открывает много сделок. В том плане то, что зарабатывает, вроде бы, не много, но сделок таких именно много. То есть, каждый сделок зарабатывает по 15 долларов, но у него за день открывается 10 таких сделок, он может заработать 150 долларов за день. То есть, ну, кому как удобнее торговать, на самом деле. Некоторые торгуют долгосрочной перспективой, они могут купить акции компании Tesla, просто год их не продавать, у нас есть такие клиенты. А Apple, это последний год, как раз, почти в 4 раза. То есть, ну, понимаете, покупать акции по одной цене, она просто в 4 раза. То есть, ну, я же говорю, тут у каждого своя торговая стратегия, со временем вы уже определились, персональный эксперт вам с этим поможет, расскажет, как правильно определять свою торговую, ну, то есть, что для вас удобнее. Опять же, подберем для вас удобные инструменты торговли, потому что, как я уже говорил, рынок работает 24 часа в сутки, 5 дней в неделю, в том плане то, что есть выходные. Например, в выходные торговлю происходит исключительно криптовалютой, потому что, ну, в это же время она используется. Например, у крупных компаний есть тоже свои выходные. То есть, даже Tesla, ну, конечно, производство не останавливает даже выходные дни, но у большинства сотрудников, именно крупных сотрудников, у них есть свои выходные, поэтому никакая отчетность по их акциям не выходит. Поэтому есть прерывы сварить. Хорошо. Ну, опять же, почему 24 часа в сутки? Потому что торговля происходит по всему миру. То есть она начинается, опять же, с Востоком. То есть, вот, как сон, есть четыре торговые сессии. Ихоокеанская, азиатская, европейская, американская. То есть их четыре. То есть в то время, когда, допустим, у нас ночью японцы, китайцы, там, большинство торгуют австралийцы, новозеландцы. Вот. Это более спокойно, скажем, такие сессии. Когда у нас, допустим, уже вечер, там, допустим, поздний вечер, в Америке, там, первые половины дня, там торговля происходит. Они торгуют более агрессивно, более, скажем так, жестко и грубо. То есть, ну, опять же, тут кому-то удобнее, скажу за свой подход. Ага, понятно. Подскажите, пожалуйста, Иван, а все ли у вас... Да, может, у вас какие-то вопросы по сайту остались? Я бы просто показал вам торговый терминал, как работает. Да, вот не могли бы мне дать ИНН и ОГРН компании, я бы их проверил сейчас. Убедился бы, что действительно... Да, без проблем. Я мог бы вас приключить в наш финансовый департамент и даже персонального эксперта, который вас детально проконцентрировал к этому вопросу. Отлично. Да, давайте. Да, подскажите, пожалуйста, что именно вас интересует? Я бы записал вам мне только сразу. ИНН и ОГРН. ОГРН, да? Ага. Да, отлично. Хорошо, Иван, когда сейчас попробую связать вас с персональным специалистом или с персональным департаментом, где вас детально проконсультирует по данным вопросам. Подождите буквально минуту, и вы оставаетесь на линии. Хорошо. Обои. Хорошо. Обои. Кам. Хорошо. Все. Хорошо. Продолжение следует... 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 Ну, не обязательно. Ну, логично, то есть деньги должны где-то храниться. Все верно? Ну да, где-то должны. Вот, все правильно. Смотрите, так как мы зарегистрированы в обшорной зоне маршала острова, головной офис находится в Англии, раз в месяц мы должны использовать за судьи какого-либо банка, потому что если мы отправляем опять-таки банковский перевод, допустим, вашу прибыль, то из одного банка деньги отправляются в другой. Так вот, что касаемо самого банка, то мы используем банк HTCB, Ну, если вам интересно, вы можете. Все верно. Так, есть TCB банк, да? Или нет? Прочтение, как вас слышу вас? Банк называется TCB или как? HTCB. А, HTCBC. TCB, все верно. А, ну шоу я такой. Да, ну просто если вас именно смущает, то опять же то, что компания зарегистрирована в обшорных зонах, мы можем взять и рассмотреть все это на примере Альфа-банка, если вы детально изучите их, то в принципе они опять-таки зарегистрированы в обшорных зонах, но тем не менее они же работают и как банк прекрасно функционирует. Скажите, это у меня, получается, будет счет открыт в этом банке или как это происходит? Ячейка закреплена. А, то есть я могу... Ну, то есть ваши деньги в любом случае должны где-то храниться. Все верно. Вот. Что именно касаемо ячейки в банке, то есть деньги хранятся на торговом счету, автоматически при этом храняются в торговой ячейке. То есть в случае чего, если вы открываете сделку, то торговый счет выполняется, ну и, соответственно, через... Ну, знаете, вот как пример привести, вот вы делаете, например, банковский перевод со счета на счет. То есть у вас же деньги со счета, в принципе, не сразу списываются, через определенный промежуток времени, так же и поступают. Вот. Здесь примерно такое же соотношение между ячейкой. То есть по факту для вас дополнительно открывается счет в банке HCBC. Так, на мое имя, да, открывается? Да. То есть у меня документы... Все верно. Там паспорт, да, наверное, нужно... Все верно. Да, для этого мы проходим, в принципе, верификацию, потому что мы не имеем права как-то вам выводить денежные средства без вашей подтверждения личности. То есть, допустим, при регистрации мы, опять же, указуем паспортные данные ваши, чтобы открывать тоже торговые счеты или другую ячейку. И как вам банк может, в принципе, выдать денежные средства, допустим, вашу прибыль, если, ну, они не знают, грубо говоря, кто вы такой и с чем вас едят. То есть, как бы нам так проще... Ну, вот представьте, что вам поступил банковский перевод в Тинькофф банки, то есть где-нибудь вы там заработали, и вам поступил перевод в Тинькофф банк. Как вы думаете, можете ли вы прийти в банк без партпорта, без подтверждения, без документа, подтверждающего вашу личность, сказать, что вы являетесь гражданином Российской Федерации, вас зовут Иван, фамилию не знаю вашу, и, в принципе, я хочу забрать свои деньги. Как вы думаете, без подтверждения личности вам смог бы задать ваши деньги? А что вы человек, выдающийся себя за другого человека? Ну, если у меня нету приложения, то да. Простите. Ну, если у меня приложения нету, мобильного там или что-нибудь, там, не знаю, пин-код от карты забыл, то да, можно так. Получается, у меня будет, чтобы вывести, обращаться в этот банк, и мне будут подавать деньги, да? Смотрите, чтобы вывести денежные средства, то есть они автоматически, ну, то есть вы указываете уже при регистрации, будут выказываться на реквизиты вашей банковской карты, то есть вы с ней, в принципе, регистрируетесь, ну, еще не с ней регистрируетесь, с ней, допустим, пополняется, ну, или, допустим, вы решили смотавить банковским переводом, то есть в любом случае нужно будет указать какие-то реквизиты, куда вы вводите прибыль. И в дальнейшем при выводе средств аналогично, то есть вы указываете реквизиты счета, допустим, карты, куда вы желаете вывести. Возможно, вы захотите вывести на свою вторую карту, если она у вас есть. То есть тут именно вопрос в том, что дальнейшая процедура по выводу денежных средств. То есть в случае чего, опять же, вот вы говорили по проблемам, как бы так сказать, пропажи, хищения денежных средств, как вы думаете, как вы считаете, в принципе, должно произойти? То есть вы отправляете деньги, и они неизвестно куда уходят. Это же, в принципе, банковский перевод, это не платеж. То есть, грубо говоря, вы из одного кармана перекладываете деньги в другой, то есть деньги же, в принципе, на счет, не сразу считаете, они идут еще, вот, скажем так, окольными путями для поступления в банк. Пока откроется все это, то есть выходит, опять же, промежуток времени. То есть, грубо говоря, вы из одного кармана действительно перекладываете деньги в другой. То есть с одного счета на другой. Как тогда, ну, ваш сайт связан, ну, то есть я могу по реквизитам на свой счет перевести деньги, там, ну, знаю номер карты, а тут же, ну, ваш сайт связан. Ну, именно на банковский счет или банковскую карту? Ну, вот, как мой счет в банке, вот, HCBC, он связан... Да, и смотрите, если вы желаете в дальнейшем повозить прибыль на банковские счеты, как я вам уже говорил, то есть банковский перевод занимает чуть больше времени, вот. То есть, да, вы указываете реквизиты, разумеется, ну, как банк отправляет вам денежные средства, если нету реквизитов обратных. То есть, если вы пополняли, допустим, с карты, то, разумеется, реквизиты карты в банке остаются, и, разумеется, на данную банковскую карту деньги выводятся. Что касаемо именно банковского перевода, здесь аналогичная ситуация. То есть, ну, разумеется, нужно знать какие-то координаты, куда отправлять денежные средства, и, опять же, верификация личности. Потому что, опять же, международное законодательство, основание денежных средств, ну, и международное спонсирование международного терроризма. Ну, это самые громкие примеры. Так, ну, опять же, что касается... Делаю перевод на свой счет, а каким-то образом ваш сайт узнает, то, что мои деньги там находятся, это что-то не очень понятно. Ну, физически чисто они будут в банке, но при этом я их через личный кабинет увижу у вас на сайте. То есть, как-то... Ну, так это не ваш личный кабинет. То есть, по факту, это... Ну, да, это ваш личный кабинет, на котором отображается состояние вашего торгового счета. То есть, вы не через личный кабинет, через личный кабинет вы лишь делаете заявку. То есть, ну, торговля в банках как происходит? Допустим, вы... В принципе, на чем банки живут, опять же, здесь примерно аналогичная штука. Вот, на чем живут банки? То есть, вы, допустим, делаете депозит в банке, они, во-первых, могут дать кому-то из своих депозитов кредиты при этом на процентах заработать, но также банки сами занимаются торговлей на финансовых рынках. То есть, в том плане, то что, ну, тоже сеньков, он торгует. Альфа-банк, в принципе, любой банк с существующими, он торгует на финансовых рынках на деньги своих клиентов, которые лежат, допустим, вклады, депозиты, безоцветные особенно, это вообще прекрасно для них. Вот, то есть, по факту, у вас же остается сумма на счету, банк отправляет эти деньги в процесс торговли. То есть, торгует на этом зарабатывает. Здесь примерно аналогичная штука. В том плане, то что деньги хранятся на вашем торговом счету, только на них вы торговать не банк, а персонально вы. То есть, деньги по факту хранятся в ячейке. При этом, что происходит, вы делаете, допустим, запрос на открытие сделки, автоматически в данной ячейке списывается определенная сумма денег и отправляется в сделку. То есть, именно в банке это просто занимает чуть больше времени, потому что пока все эти команды придут в банк, сигналы придут. Вот. В торговом терминале это все происходит гораздо мобильнее. То есть, ну, деньги хранятся не в компании, не где-либо, вот именно в банке. Ага. Так. Ну, ладно, это я вроде понял. Там деньги в банке. А скажите, у вас есть какой-нибудь там регулятор, то есть, какая-то другая организация, которая может достовериться, вот этот банк, он с вами как-то связан или нет? Да, смотрите, со списком регуляторов вы можете ознакомиться на сайте инвестинг. Вот. Что касаемо именно нашей компании, да, у нас нет регулятора, то есть, у нас нет регулирующей компании. Ну, по-моему, смотрите, инвестивная компания в том плане, что мы на рынке уже достаточно давно, с 2008 года, первоначально работали на Европу, то есть, мы первоначально не предоставляли брокерские услуги, мы предоставляли аналитику. То есть, с нами брокерские агентства, брокерские компании связаны для того, чтобы получить именно аналитические данные. То есть, что происходит с рынком, куда пойдет цена и так далее. То есть, именно, вот, именно, скажем так, в СНГ мы работаем, исключительно, с 2015 года, на данном этапе, да, у нас нет регулятора, мы работаем без него, потому что, в принципе, люди нам уже доверяют. То есть, у нас большая база клиентов, многие крупные инвестерами счета у нас в управлении и так далее. То есть, это, есть какие-то критерии, по которым можно и не иметь регулятора, да, если... Ну, да, разумеется, то есть, смотрите, какие компании в основном имеют регуляторов, то есть, их нужно контролировать, ну, как вы думаете, допустим, если появилась непонятная компания, которая помогает людям зарабатывать? Алло? Алло, доставка 100 дней, я подъехал на этажи у вас. Ага, сейчас выйду. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok